В январе отток по рынку по вкладам составил порядка двух процентов. Мы для себя зафиксировали отток вкладов чуть больше одного процента. Когда мы стали смотреть структуру этого оттока, мы увидели, что преимущественно отток составляли вклады в евро, то есть закрывались вклады в евро, и такие вклады где-то порядка 80 процентов. Соответственно, мы себе объясняем это следующим образом, что население в виде некой нестабильности в еврозоне видели для себя определенные риски сохранения средств в евро и закрывали эти вклады в евро, конвертировали в рубли и, возможно, занимали некую выжидательную позицию. Почему есть основания полагать, что там была некая выжидательная позиция? Потому что сейчас мы наблюдаем прирост депозитов в рублях. В рубль и наши вкладчики поверили. Ну и плюс все-таки никаких валютных рисков, связанных с сбережением в национальной валюте. Их как таковых нет. Здесь, по сути, мы боремся только с уровнем инфляции на сегодняшний день. А если говорить об уровне инфляции, то в годовом исчислении последнее, то, что зафиксировал ЦБ, это 3,7 процента. В общем, достаточно такой комфортный показатель по уровню инфляции. В общем, те ставки по вкладам, которые существуют на сегодняшний день в рублях, они достаточно хорошо компенсируют. Что касается предпочтений частных вкладчиков по валюте, то мы видим в первом квартале 2012 года, что, в общем-то, предпочтения отдаются долларами, отдавались. Это, наверное, связано было и с предвыборным, в том числе с предвыборной гормкой. Объем денежных средств в долларном выражении по депозитам у нас вырос. Но если сравнивать по валютам, то рубли и доллар были предпочтительнее. Вложения, на мой взгляд, зависят от целей каждого вкладчика. Они могут быть индивидуальны. Если вы хотите купить виллу в Европе, то, конечно, это должно быть евро. Если вы все-таки хотите приобрести загородный дом в Ленинградской области, это должны быть рублевые вклады. С начала года существенного изменения в структуре портфеля пассивов мы не наблюдаем. По-прежнему 40% портфеля вкладов размещены нашими клиентами в валюте, 60% в рублях. В ближайшее время мы, опять же, не прогнозируем снижение доли портфеля в валюте. Наши клиенты по-прежнему доверяют европейской и американской валюте. Мы прогнозируем, что в ближайшее время курс доллара и курс евро немного откорректируется в сторону увеличения, но это не будет какого-то глобального скачка. В ближайшее время, не прогнозируя существенного увеличения либо снижения курса евро и доллара, безусловно, коррекция будет и курс доллара вырастет незначительно до, ну, по моим прогнозам, до 1 рубля в течение ближайшего месяца-двух. Курс евро будет расти с меньшими темпами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова